Пессимизм президента Трампа относительно перспектив дипломатического решения северокорейского кризиса может быть частью его своеобразной переговорной тактики. Возможно, я воспользуюсь немного другим подходом, пойду не таким путем, как другие. Я думаю, что я настроен решительнее и жестче в этом вопросе, чем другие. С другой стороны, за такой риторикой вполне может скрываться подготовка военных мер с целью заставить Северную Корею прекратить разработку межконтинентальных баллистических ракет, способных нести ядерное оружие. Эта администрация, не только Трамп, систематически готовится к некому моменту, в не очень отдаленном будущем, фактически в следующем году. Насколько я могу интерпретировать их действия, когда дипломатические усилия провалятся? Недавний опрос показал, что все больше республиканских сторонников президента Трампа поддерживают идею превентивного удара для выведения из строя объектов ядерной и ракетной программ Северной Кореи, хотя большинство американцев по-прежнему выступают против применения силы. Хотя нанесение такого удара для предотвращения неминуемой атаки Северной Кореи на США было бы оправданным, это будет трудно доказать. Но любые варианты действий, предполагающие нанесение первого удара, включая возможные кибератаки с целью саботажа северокорейских ядерных испытаний или операцию по обезглавливанию руководства в Пхеньяне и ликвидации Ким Чен Ына сопряжены с риском ответных мер КНДР против Южной Кореи и дислоцированных там 28 тысяч американских военных. Они могут ввергнуть весь регион в ядерную войну. В нравственном, дипломатическом, стратегическом и политическом плане это будет огромная катастрофа не только для корейского народа и региона, но также и для США. Пхеньян заявил, что враждебные намерения администрации Трампа и наращивание военного потенциала являются дополнительными аргументами в пользу ядерного сдерживания. Американские военные в Корее на этой неделе начинают учения по эвакуации семей военнослужащих на случай атаки со стороны Северной Кореи. Ожидается, что КНДР, в свою очередь, в ближайшее время проведет испытания очередной ракеты дальнего радиуса действия. Официальное информагентство Северной Кореи ЦТАК в пятницу дало понять, что ракетное испытание может быть нацелено на воды вблизи американской территории Гуам.